Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 26 января, и свои именины отмечают православные христиане, нареченные в честь святых – Иакова, Петра и Ринарха. Пусть мир и Божие благословения пребывают с вами, дорогие именинники. Желаю вам радости и помощи Божьей в добрых делах и благих начинаниях. Сегодня Православная Церковь совершает память преподобного Ринарха. Преподобный Ринарх, затворник Ростовский, родился в крестьянской семье в селе Кондакова Ростовского уезда. В крещении он получил имя Илья. На 30-м году своей жизни святой принял постриг монашества в Ростовском Борисоглебском монастыре. Там он стал усердно трудиться в иноческих подвигах, посещал церковные службы, ночами молился и спал на земле. Однажды, сжалившись над странником, который не имел обуви, святой Иринарх отдал ему свои сапоги и с тех пор стал ходить босой по морозу. Игумену не понравилось такое поведение подвижника, и он начал смирять его, заставляя часа по два стоять на морозе, против своей кели или подолгу звонить на колокольню. Святой все переносил с терпением и не изменил своего поведения. Игумен продолжал жестокосердствовать, и преподобный был вынужден перейти в Амраамиев Богоявленский монастырь, где был принят число братьев и вскоре был назначен келарем. Преподобный с усердием исполнял свои послушания, скорбя о том, что братья монастыря и служители не берут достояние обители, расточая его без меры. Однажды во сне он увидел преподобного Авраамия Ростовского, который утешил его и благословил раздавать всем потребное без смущения. Как-то во время пения Херувимской преподобный Иринар громно зарыдал. На вопрос Архимандрита он ответил «Мать моя представилась». Оставив Амраамиев монастырь, преподобный Иринар перешел в ростовский монастырь святого Лазаря, поселился в уединенной келье и прожил в ней три года в тесноте и голоде. Здесь его навещал блаженный Иоанн Юродивый по прозванию Большой Колпак. Святые подкрепляли друг друга духовной беседой. Стариц, однако, имел желание возвратиться в свою первоначальную обитель – Борисоглебский монастырь. Он был принят обратно с любовью, строителем Варлаамом и стал еще более сурово подвизаться в обители. Уединившись в затворе, подвизник железной цепью приковал себя к деревянному стулу, наложил на себя тяжелые цепи и кресты. За это он переносил озлобления и насмешки от монастырской братьи. В то время его навестил давний друг, блаженный Иоанн Юродивый, предсказавший нашествие Литвы на Москву. Двадцать пять лет провел преподобный Иринар, закованный цепями и веригами в тяжелых трудах. Подвиги его обличали нерадиво живших в обители, и они солгали Игумену, что старец учит не ходить на монастырские работы, а подвизаться подобно ему. Игумен поверил клевете и изгнал святого старца из обители. Смиренно покорившись преподобный Иринар, опять ушел в Ростов и пожил в монастыре святого Лазаря один год. Между тем, Борисоглебский Игумен раскаялся в своем поступке и послал иноков за преподобным Иринархом. Он возвратился, укоряя себя, что живет не так, как братья, которые несет праведные труды, которых он лишен. Преподобный продолжал носить свои тяжкие вериги и, трудясь, изготовлял нищим одежду, вязал волосяные свитки и клобуки. Он спал ночью лишь один час или два, остальное же время молился и бил свое тело железной палкой. Святому Иринарху было видение о том, что в Москву захватят Литва, а церкви по местам будут разорены. Он стал горько плакать о предстоящем бедствии, и Игумен повелел ему ехать в Москву и предупредить царя Василия Иоанновича Шуйского о грозящей беде. Преподобный Иринарх выполнил послушание. Он отказался от предложенных ему даров и, вернувшись, стал усердно молиться, чтобы Господь помиловал русскую землю. Враги явились на Русь, стали завоевывать города, избивали жителей, грабили монастыри и церкви. Лжедмитрий и Второй Самозванец стремились покорить Русь польскому королю. Борисоглебский монастырь также был захвачен врагами, которые вошли к святому затворнику и удивились прямым и смелым речам старца, предсказавшего им гибель. Сапега, остановившийся в Борисоглебском монастыре, пожелал видеть старца, сидящего в цепях, и удивился такому подвигу. Когда паны, пришедшие с Сапегой, сказали ему, что старец молится за Шуйского, преподобный смело сказал, «Я в России рожден и крещен за русского царя и Бога молю». Сапега отвечал, «Правда в Батьке велика, в которой земле жить, то и земле и служить». После этого преподобный Иринар стал убеждать Сапегу уйти из России, предсказывая ему в противном случае смерть. Преподобный Иринар следил за ходом войны и послал князю Дмитрию Пожарскому свое благословение и просфору. Он велел идти ему под Москву, предсказав, увидите славу Божию. В помощь Пожарскому именину преподобный передал свой крест. С помощью Божьей русские одарели Литву. Князь Пожарский овладел Кремлем и в русской земле постепенно начал удворяться мир. Старец Иринарх по-прежнему непрестанно молил Бога со слезами об избавлении Руси от врагов и, обладая силой творить чудеса, исцелял больных и бесноватых. Ему был открыт день кончины, и он, призвав своих учеников Александра и Корнилия, стал давать им наставления. И, простившись со всеми, тихо отошел ко Господу в вечный покой. После святого старца оставалось 142 медных креста, 7 наплечных верик, цепь в 20 сажен, которую он носил на шее, железные ножные путы, 18 ручных оков, связни, которые он носил на поясе, весом в пут и железная палка, которой он избивал свое тело и прогонял бесов. В этих трудах, как называл их старец, он прожил 38 лет, скончался же с 68 лет от роду. После смерти преподобного Иринарха чудес совершалось много и при гробе, особенно же исцелений больных и бесноватых, при возложении на них крестов и цепей святого подвижника. Дорогие братья и сестры, пусть мир и Божие благословения пребывают с вами! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok